Друзья, произошла, мягко выразимся, грустная ситуация. Дело в том, что я только что записывал 3 часа видео по НЛС о том, как я сходил в зону Тесла, как я там выполнил работу, поручения и так далее. Что вы думаете? Оказывается, что голос-то я записывал, а вот запись видео включить забыл. Каким-то чудесным образом, делая это ежедневно, когда я записываю видео, да, это у меня на автомате происходит, я почему-то забыл. Бывает, что-то меня отвлекло, что-то перебило мой ход мысли, и всё, нету записи. И 3 часов моей жизни, проведённых за НЛС, тоже нет. Что мне остаётся делать? Записывать что-то другое? Ну, я вроде посмотрел, новых модов нет на текущий момент. Но из всего надо извлекать плюс. Так, например, я понял, что мне обязательно нужно добавить себе 2 контейнера, потому что это ужас, что там было, вы бы видели, ребят. Страдал я сильно, поэтому отдадим какой-нибудь сломость мяса и колючку доценту, за то, чтобы пришвартовать себе ещё 2 карбанца. Поверьте, это очень важно. Ой, ладно, буду признателен, если поддержите видео. Это я, кстати, голову выкинул. А, ну теперь ещё и начались вылеты. Видите, какая ситуация? То есть НЛС мне ещё подкидывает вот такие сюрпризы. И ведь понимаете, в чём дело? Я сегодня встал рано, раньше, чем обычно. Рано сел записывать видео. Думал, запишу полноценную крутую серию. Ну так, я просто последние дни как-то плохо приступал к работе. И вот я собрался силами, поборол в себе, так скажем, прокрастинацию, начал работать вовремя по красоте, и жизнь подкидывает вот такие сюрпризы. К тому же, ещё и вылетать игра стала вдруг. Она у меня не вылетала тут, когда я проходил до этого. Привет, доцент. И, наверное, как я планировал, отдам колючку и кровь камня. Мне бы сеток для артов добавить. Для трёх артов есть. Вообще-то нужно всю схему умножителя напряжения пересобрать. Но у меня есть готовая для четырёх разрядников. А, артефакт третьего уровня. Для четырёх. Да? Хорошо, значит, пойдём с тремя артефактами, как я и ходил. Это было очень тяжело. Именно поэтому на это ушло три часа жизни. Ммм, ну, ничего. Сейчас же я знаю примерно, что делать, да? Так что, по идее, всё должно пройти проще. И занять меньше трёх часов. Пойду я, разумеется, через армейские склады. Кстати, если кто-то сомневается, может, сейчас скажут, что я обманываю. Вот я сделал двухтысячный сейф. И вот, значит, армейки, армейки, рыжий лес, Лиманск. Ну и так далее. Видишь, идём, идём, идём. Тут уже, вот уже зона Тесла. 2009-й сейф. А, ну и вот, как бы... Потом я сохранился в конце зоны Теслы. Думаю, на этом закончить запись. Выхожу, смотрю, а запись как бы ни начиналась. Бывает. Снова вылет. Причём, что я просто перешёл на другую локацию. А так, по ситуации сейчас я сделал всё то же самое, что сделал в прошлой серии. Перед походом в зону Тесла. Кабаканчик, патроны, всё дела. Всё по красоте. Единственное, что я не понял прикола по поводу перехода из зоны Тесла. В конце серии я попытался перейти на армейские склады. Но меня откидывало. Я теперь понял, что то же самое было с Иванкинским райцентром. То есть, просто мне не даёт перейти почему-то. Игра меня просто откидывает. Вот и всё. Также, казалось бы, логичный переход вот тут, в зону Тесла. Но он почему-то находится вот здесь. Скорее всего, тут тоже надо прыгнуть. Сейчас попытаюсь. Может, всё-таки он с армейских складов работает? Ну, либо всё-таки его надо конкретно получить от кого-то. От кого? Понятия не имею. На 95% уверен, тут перехода нет. Но надо убедиться на 100. Теперь ещё какие-то собаки припёрлись. Абаканчик с подствольником мне нравится. Красиво выглядит так. Увесисто. Так, смотри, где мы находимся. Переход, по идее, тут. Прямо между этими валунами. Давай попробуем, если не сдохну от радиации. Ну, как видите, нихрена тут нет. Если переход всё-таки тут. Хотя на это ничего не указывает. То есть тут нет коробки какой-нибудь, да, по которой можно запрыгнуть. В отличие от как раз-таки вот этого перехода. Тут есть коробка. Но оказывается, что... Я, короче, не знаю, ребят. Оказывается, что там нет перехода. Прекрасно. Получается, что... А что получается? Что обратно с зоны Тесла мне придётся своими ножками идти. Итак, я отгрузился на один из своих сейвов, где я уже находился в Лиманске. Потому что я думал, что если я хоть сейчас буду переигрывать с бара, то хотя бы куплю себе кармашки для пояса. Поверьте, они безумно нужны там на Тесле. Но как видишь, там, оказывается, они дорого стоят. Так вот, кармашки не получилось взять. Тогда смысл мне сбежать просто. Что, по сути, изменилось? С армейских складов я просто пробежал через рыжий лес. Появился вот тут. Тайник не трогал ни один, ни второй, который где-то тут находится. Тайник сталкера со шрамом. Просто вот тут по краюшку карты пробежал, прыгнул в переход. И тут я нашёл с автосейва Граби пятого разряда. Не знаю, хотите верьте, хотите нет, но вот так вот мне повезло. Я нашёл Граби пять. Именно поэтому я и подумал, я лучше отгружусь на Лиманск. Я не буду заново всё это пробегать. Потому что шанс, что мне опять выпадет Граби пять, ноль процентов. Ну, серьёзно. В общем, выпал Граби пять. Вот он буквально тут валялся. То есть я раз загрузился, что-то там болтал, сдох. Второй раз с автосейва. Что-то выбежал, попал в аномалию. Третий раз загрузился с автосейва. А вот тут где-то, примерно вот в этой области валялся Граби. Причём я изначально подумал, что это выверт. Но это всё в моём репертуаре. Такие дела. А так ничего интересного не произошло. Мы двигаемся сейчас к Михалычу. Именно он должен мне дать какую-то наводку на экспедицию. Куда она пропала, что с ней, как и так далее. Откуда здесь болт? Он второй раз здесь, вы не поверите, но это не я его кинул. Я не знаю, откуда здесь болт взялся. Когда я играл первый раз, то же самое было. Этот болт валялся, я его не кидал. Сейчас сохранимся и попробуем. Может, его подобрать можно? Пойдём посмотрим. Просто интересно. Может, это тот же самый болт, что был в Санаторий Луч, который можно подобрать. Это правда? Да, это был болт, который можно подобрать. Как я... О-о-о-о! Не, тупо поступило. Его же можно выстрелить оттуда. Ну ладно. Сейчас перезагрузимся. Посмотрим, что это, в принципе, за болт такой. Болт. Просто вот, что это за болт? Ребята, объясните. Я, к сожалению, профукал первый свой болт в Санаторий Луч. Сейчас его там нет. Вот ещё один болт. Что это за такие болты интересные? Какие-то суперредкие коллекционные предметы? Типа, собери 10 болтов или 5 и получи сюрприз или что? Не понял сейчас. Что это было? В общем, что-то там жмыхает. Ладно, уж не буду. Тоже как-то по этому поводу переживать. А болт надо забрать, в общем-то. Раз забирается. В смысле? Куда он делся? Нет его. Так, подожди. А как я его возьму? Если я наступлю туда, я сдохну. Я себе сожгу костюм, этого нельзя допускать. Может, сбить болт болтом? Ну, либо он, знаешь, дотрагивает себя, он сразу исчезает. Вот одно из двух. Чем я занимаюсь вообще? Я пытаюсь забрать себе болт какой-то. По-моему, ему пофиг. А, не, смотри. Опа. Отлично. По-моему, я его еще сильнее сбил. Ну, давай, давай, давай. В смысле, он исчез? А, у меня. Да, все, я подобрал тот самый болт. Вот он. Нафиг он нужен. Можно только гадать. Но раз есть, давай возьмем. Очень жаль, что я упустил тот болт вначале. И сколько я вообще таких болтов упустил за все время прохождения? Я же... И там сейчас заспавнился в аномалии. А он же мог не спавниться в ней. Там, не знаю, может где-то заспавниться за углом. Но это чисто рандом. Найдешь, найдешь. Нет, нет. Сегодня мы к Михалычу. Привет. К Михалычу из дела. Про научную экспедицию, которую призрак вел, не слышал? Так, может, чув. А, может, не чув. А то, биновича. Ну, мне призрак нужен. Но и о судьбе экспедиции тоже кое-кто волнуется. Призрак. Паскуда, той привит. Шмыгайся та. Як прийди, не побачишь, и як зникнет. Те ж не пометишь. А що кажеш? Хвилується хтось за экспедицию. А ти найнявся, щоб разведати? То грошей, мабуть, мешочек вже отримав. А? Да ти не смекайся. Гроши то діло твоё. Я до чужой кишени не заглядываю. Але я тут теж не задарма сижу. Щас таки да знаю. То може і мені за ці знання щас перепаде. А? Скажемо так. Маленького артефактика. Десь рівня 3-го. Пошанував би старого. Бо що він просить либо 1-3-го арт, либо 3-2-го. Поэтом я йому даю 1-3-го свій луносвет говеный. Файний аппетит. Нема че сказати. Скажитеся, не буду. Хм. А чесь? Артик. Начеп то тухленький. Ну добре. Хай вже буде. Слухай сюди. Та ще навес не було. Припхався сюди цей шмига привит. Та не сам, а скупаю ботанів. І штук 5 вояк їх охороняло. У вояки ще до сталкеров приставати пучали. Та ти їх заспокоили худку. Так вот. Десь вони пішли у міста. А як повернулися, то принесли в мишку, що від карбіда лишилося. Знав карбіда, ну той ще у воронки влітів. Така скажу, тобі картина була. Краще я б її не бачив. Да ладно з карбідом этим. Ты скажи, що і как з експедицією. То я шикажу. Не перебивай, бо забуду. От хай тобі грец. Збив з концепції. Про що я там казав? А, вони ж хотіли йти на Теслу. А там же струмом біються. Страх. Но на чепто малі якусь засіту. Що снові в ящиках тягли. Мені не показали. Да. Так от. Туди вони пішли. А назад не повернулися. Там десь знікли. Страшно місце Тесла ця. Вон воно як торопилося. А шмига той з ними не пішов. Точно кажу. Він у той самий день. Коль вони пішли, знік. Як він ці завжди в м'е. Головний ботанік. Мало не пінує плювався. Як знав, що той привід пішов. А підітіся в жінема куди. Той потополі, куди збиралися. А така, значить, історія. А привіда? Призрака твого. Я з того дня більше не бачив. Работы нет. Що так смотришь? Що ти хотів? Короче, мені да сквест на контейнері якісь там. Одна маленькая проблемка. Якщо ти допоможеш нам? Точніше мені. І вирішити? Я зумію тобі гідно видячити. Що за проблема? І можливо зразу знайти, що значить гідно видячити. До мене звернувся, такий собий професор Сахаров. Той, що на янтарі у консервних банці сидить. Суть в тому, що два досить ціних приладів були загублені на ті кляті Тесли. Понятно. А по второму вопросу? Гаразд. Слухай сюди. Ти вже знаєш, що артефакти мають разні власність. Десь трохи краще, десь трохи гірше. Він медуза є така. Що фаніць тими реагенами страх один. А лежить ту телепатию відвиде. І віць ще чогось допоможе. А ще фону повні той. Гергель. А і не відведі нічого. Хоча в медуза вона і вафриця медуза. А за кордонами їх не дуже розглядать мось. Фонить чи не фонить. Це тут, у зоні для простого сталкера воно важливо. Кращиш, щоб без радиації дупу захистило. О, саме тут. І народ жується коммерція. Надо тобі краще артефактика. То приходиш до мене, даєш два арте трохи гірше. А я тобі однінького али краще. Так що, згоден? Як я соглашусь, де искати ці сахарівські прибори? Тесла не то місце, щоб там цей день ходить бродить. Под все кусты заглядывать. Загубили їх в 23 секторі. Приблизний ориентир циколуно-висковій техніки. В східній частині Теслі. Приладі не дуже важкі. Приблизно по 5 кг кожан. Я вже говорив кільком сталкерам про дану проблему. Аля мені зададається, що у тобі? І як його потенціал відповідальності? Постараюсь поискати, але не обещаю. Ну все, про вороб'я рассказывати не буду, тому що к своєму горю я забыл взяти с собою банку. Ну, кстати, я щас мог переиграти, да? Ну я вот решил все-таки ради грави я отгрузиться. Потому что грави это все-таки круто. Пятого разряда как раз мой тухнет. Ну все, сейчас мы прыгаем в Теслу. Ну что, сейчас начнется ад. Готовы? У меня 96,99 кг. Это, конечно, трэш. О, видели прикол? Смотри. Типа, если целиться с оптики и нажать по ствол, то такой будет прикол. Не, если он четко по кончику будет лететь, по цели, то это вообще супер. Во, а если так же переключить на прицел, то будет вот такая аккуратность слабая. А то тоже большая. А тут опять слабая. А тут сильная. Короче, прикольно. Это получается с собаком близко бежит. То ты вот так вот целишься, далее переключаешь на прицел. Ну не знаю, зачем это можно использовать. Но как бы ок. Все, ребятушки, переходим в зону Тесла. Сейчас начнется реальная пьянка, отвратительная локация. Но деваться некуда, надо проходить. Значит, смотри. Экспедиция находится примерно в этой области, как я понял. Также где-то тут должна быть колонна техники. Тут должен быть переход на армейские склады, но он не работает. Я пробовал в предыдущей попытке перейти. Иду в этот переход, меня откидывает. Вот примерно сюда, на середину. Опять иду, откидывает. Поэтому переход почему-то на армейке не работает. Не знаю, что там нужно дождаться. Манны небесные, наверное. Отсюда мы идем просто за экспедицией. Там очень много барахла. Невероятно много барахла. Именно по тяжести. Вот такими образом, кстати, выглядят сейв-зоны. Это штыри торчат из земли. То есть все вот эти метки, безопасные зоны, это все... Там везде торчат штыри, которые говорят, что вот тут сейв-зона. Сейчас надо хпшку маленько подлатать. А то что я получил удар без защиты. Все, хпшка восстановилась. Долго не стоим. Опять одеваем. Все, для защиты. И нужно вот тупо по таким вот местам бегать, которые типа сейвят. Видишь, все равно жмыхнуло. Все, добежал. Теперь до дальней точки. Причем заметил, что если примерно по прямой траектории бежать, как будто их реально связывают тропинки, тебя... Конечно, 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 конечно. Тебя не будет жмыхать. Хорошему бы замочить тушканов, которые тут только что были. Ладно. Потому что они мне потом неприятности доставят. Также надо не забывать, что да, у меня тяжеленный аккумулятор, и вот именно его надо будет зарядить от электры, перед тем, как отсюда уйти. Так, все. Все, теперь надо до самой дальней точки бежать, получать удары, потому что она действительно далековато находится. Но ничего, пробежим. Все, остановимся вот тут. Ой, что за фигня появилась? Плешь какая-то комаринная. Или как она называется? Значит, смотри. Во-первых, я опять получил урон, конечно, который надо залечивать. Так, смотри, значит. Тут, во-первых, супер радиоактивное место. Во-вторых, тут какой-то труп с контейнером. Подходим, обыскиваем. Контейнер. Да что, руки заняты пустой. У трупа записка. Это аганисян? В смысле аганисян? Так, быстро выводим радиацию. Какой аганисян? Подожди, этот-то в белой броне, а аганисян в оранжевой? Или типа это специальная защитная? Сейчас не понял прикола. Типа аганисян пошел на зону Теслы делать эксперименты? Я просто в прошлый раз его имени посмотрел. Он типа пошел делать эксперименты и сдох. Какой-то пустой контейнер тут непонятный. Ребята, объясните, что вообще происходит. Все, вылечился. Короче, непонятно какой-то аганисян. Вообще без понятия, кто это. Походу тот самый. Так, ну и все, теперь я немножко сверну с дороги. Да-да-да. Пойду иначе, потому что идти там по тропинке сейчас уже... Ну ладно, можно этого не делать. Я все равно не так много урона получу. Лучше пробежать. Ох, как больно жмыхает. На самом деле было бы круто и костюм обмазать. Во, я почти подошел. Но получилось как получилось. Больно, больно, больно. Ай, как больно. Все, дошел до штыря. Вот мы на месте, значит. Во-первых, давай опять подлечимся. Вот каждый раз ставлю арты и жду. А что делать? Рядом никого нет? Вроде как никого. Так, вылечился. Все убираем. Снова одеваем нашу защиту. И смотри, значит. Ну давай, вместе смотреть, что тут и как. О, господи. Какой-то стоит скелет. Непонятный. В мою сторону развернутый. Далее мертвый военный. Ага, контейнер для артефактов. Один из них. Группа военных и ученых. Такс, вояки, скелеты. Один в ботанском скафандре. Наверное, та самая группа, что вышла с кордона с призраком. Дальше скелет, ящик. Еще один вояка, еще один контейнер. Нужно по квесту. Еще один контейнер. Ну и всего три должно быть. Далее костер, который я разожгу и обязательно засейвлюсь. Который с первого раза еще не хочет разжигаться. Ну еще бы. Отлично, разжегся. Сохраняемся. Сейв 2012. Дальше еще один военный. Пустой. Скелет. Коробка не обыскивается. Какая-то установка огромная. С окном внутрь. Никак не попасть, дверь не открывается. Никаким образом. У Владимира Заикина записка. Так, больше тут никого рядом пока нет. Отходим, читаем. Все, снова около сейв-зоны. Все снимаем, на хп одеваем. Что говорил в записке? Предсмертная запись. Приветствую тебя, человек. Это посмертное послание от меня, простого исследователя тайн-зоны. Я знаю, что скоро умру. Странно сохранять спокойствие в такой момент, но это так. Опишу все, что произошло. Скоротаю время. Отвлекусь от мысли о том, что меня ждет. В наш НИИ поступила информация, что тут, в зоне отчуждения, наблюдаются явления, которые могут опровергнуть теорию относительности в части постоянства направления течения времени. Проводник, которого нам посоветовали, уверил руководство в том, что знает практически безопасный путь к месту, где наблюдается данная аномалия. Как ни странно, но мы добрались сюда тем же составом, что и вышли. Призрак, так звали проводника, действительно знал свое дело. Призрак. Что толкнуло его на это? Зачем? Неужели все ради нового излучателя, который мы получили перед выходом, чтобы проверить в полевых условиях? Не знаю. Расскажу, что я увидел. Мы добрались сюда в сумерках. Расположились возле этого странного агрегата. Он мне что-то мучительно напомнил. Но вот что? Я решил записать дневные впечатления и отошел от слишком шумной группы нашего эскурта за эту конструкцию. Краем глаза увидел, что призрак вытащил из рюкзака артефакт, который получил от одного из встреченных нами сталкеров. Он взлел что-то с ним. Артефакт засветился. Тут я отвлекся. Мне показалось, что металлической конструкции, возле которой я находился, откинулась одна из панелей. Это меня и спасло. Спасло. Это звучит как насмешка теперь. Яркий свет озарил все кругом. Криков не было. Вообще было очень тихо. Я отключился. Наверно. Наверно. Иначе я не могу объяснить тот факт, что в следующую секунду был уже день. Светило солнце. Никаких записей или оружия у меня с собой не было. Боли тоже не было. И нет. Но все, что ниже пояса, я уже не чувствовал. И онемение постепенно поднимается все выше. Видимо, металловидный сплав этой конструкции экранировал то, что вызвало этот паралич. Тоже странность. Пока еще могу двигать руками, попробую доползти до того контейнера с артефактом, который выменял торговца в Лиманске. Он уверял, что с его помощью можно перемещаться сквозь пространство. Глупо, конечно. Но что еще остается? Попытаюсь. Если не получится, то зачем же это понадобилось призраку? Зачем? Вот и думай головой. Зачем призрак поставил всю группу? Зачем рисковать своей репутацией и всех, ну, по факту говоря, убивать? Я так и не понял на самом деле, что конкретно сделал призрак. Воспользовался компасом и сбежал. Мы видим, что справа действительно находится телепорт. Аномалия, вон она. То есть призрак ей воспользовался. 2013. Сейв. Здорово. Так, какой-то, значит, тут должен быть ящик у них еще, правильно? Ага, вот, смотри. Ящик. В ящике 5 научных, 5 антирадов и компас. Абсолютно новый. Все подбираем. Да, конечно, я уже не могу бегать-прыгать, потому что я на жестком перегрузе, жесточайшем. Так, что мне сделать с компасом? Он никуда не ставится. То есть, может быть, его вот поставить вместо чего-то. И попробовать прыгнуть в телепорт, вот просто чтобы посмотреть. Допустим, стоит компас. Дальше что? Так, меня вправду телепортируют, но вот куда? Вопрос. Сейчас узнаем. Так, я где? Твою... Я в Припяти? Какого хрена? Что я тут забыл? А я выпил из этого шара, который сверху. Ну, не, 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 не. Мне сюда нельзя. Никакие Припяти мне, ребята, нельзя. Ну, я просто хотел посмотреть, куда кинет. Ай, надо было посмотреть, насколько компас стух. За один такой прыжок. А, сейчас я загрузился с автосейва? Ну, чтобы посмотреть, насколько компас расходовался. И появился в туалете вот на... Где я так забыл, как называется? Ну, недалеко от ДК Энергетик. В туалете. Ладно. Мужики, здорово. Не, вообще мне как бы лучше тут не лазить. Все-таки рандомно определяется место, куда я попаду. Он... Ооо, да слушай. Не так уж сильно он расходуется. То есть тут одна десятая примерно, да? Или одна пятая? Да не, не пятая. А, ну пятая, скорее всего, да. Пять раз можно переместиться до того, как он стухнет. А, наверное, по факту вообще четыре. Все, ладно, понятно. Мне надо теперь просто отсюда текать. Я нашел три контейнера. Вообще нужно два отдать бармену. Но я не могу оставить третье. Вдруг он где-то пригодится. Поэтому взял. Кстати, мне тут, господи, этот проклятый автомат надо выкинуть. Все-таки что-то весит. Все. Энергеним хпшку чуть-чуть. И погнали обратно. Надо будет перейти туда-сюда, чтобы сохраниться. Вообще мне тут надо поговорить с неким сталкером-мозгуном, который тут живет. Далее найти приборы около автоколонны какой-то. Наверное, где-то тут, я подозреваю. Но у меня нет килограмма. Там тоже три, наверное, прибора по пять кило. И плюс вот мне бы по-хорошему прыгнуть на армейке, но переход не работает. Твою дивизию. Я не знаю, почему разрабы так сделали. Не тут Ваньковский райцентр не работал. Не тут. А говорят, сначала игры открыто. Ну, придем посмотрим. Потому что сейчас многие думают, что я дурак. Наверное, вру. Туплю, не понимаю. Ну, сейчас посмотрим. Потихоньку пошли в ту сторону. Вот сижу опять час записи. В прошлый раз было три, но сейчас много чего сократил, получается. Банально тем, что отгрузился в некоторых моментах. Ну, получается на эту серию я потратил сколько? Уже четыре часа. Знаете, вот если я сейчас выйду, а оказывается, что и эта запись не записывалась. Это будет жестко. Ну, нет, такого не может быть. Я все проверил. Вот с этим Аганисяном я не понял прикола. Это один из ученых, который просто сдох по пути. Но почему он Аганисян? Он брат того Аганисяна. Мы знаем одного Аганисяна, который занимался исследованием электрических полей и так далее. Это Аганисян с болот. Если это он, то это плохо. Потому что, типа, есть квест на аккумулятор, который еще не выполнен до конца. Может быть, его надо было до экспедиции выполнить? Да бред. Меня бы, наверное, предупредили о таком супер важном. Снова вылечился. И пойдем теперь до той безопасной зоны. Штыря этого. Штыри тут, конечно, и костры распал... О-о-о, понятно, до свидания. Ой, я же не могу бегать. Все, до связи. Штыри тут расположены максимально странно. О-о-о, все, голод накинули. Типа, костры не со штырями. Они все в разнобой расположены. Видимо, сделаны для усложнения геймплея. Ладно, бывает. Вон он штырь, зомби тут. Так, сейчас я вам подарок кину. Понимаю. Ну и что, вроде киданул. Еще надо быть аккуратным с мышками, потому что я далеко не всех мышек перебил. Так, дальше идем. Пока не буду кушать, надо от зомби оторваться. С хп все плюс-минус, а с тем что, аптечку используем? Видели, пока я смотрю на штырь, меня не бьет. Вот, походу, тут реально тропками, нитками соединяются эти сейв-зоны. Если идти четко по нитке, по тропе, то у тебя не будет жмыхать удары. Я это понимаю так. Так, быстро-быстро пойдем до подвала. Тут уже весь жмыхает. Странно, что в этом подвале не сделали тоже сохранение костер какой-нибудь. Сейв-зона же своеобразная. Да. Еще по землю не бьет, если по землю залезть. Все, снимаем, кушаем. Что у нас, колбаса тут есть. Все, все, выздоровел. Снова натягиваем на себя всякое. Сейчас пойдем к переходу. Надо отсюда сливнуть с локации и вернуться, чтобы сохраниться. Вот смотри, иду четко от штыря до штыря, вот прям по прямой тропинке. И по идее, я не должно ни разу жмыхнуть. Попробуем. Видишь, не бьет. Хотя должно. Если вот, вот если стою тоже. Интересно, если буду стоять, будет бить? Вроде не бьет. А если отвернусь, не бьет. Если же я сойду с тропинки, вот линия от штыря до штыря, я схожу. А, все равно живу. А если еще дальше отойду? Короче, ясно, видимо. А, ну вот видишь, уже жмыхнуло. Я не знаю, существует ли между ними линия? Просто что-то говорил. Просто что-то говорил проводник про тропинку. Типа, нельзя с ним сходить. Что-то в этом духе. Я думаю, может реально тропинка существует. Все, ладно. Идем в переход и обратно. Вот тут тоже, видишь, иду, смотрю сюда четко. Вот от мышки. Ты куда за локацию выбежал, дурак? Кто разрешал? Все, пробуем переходить. Конкретно, чтобы сейв получить. Хотя там вроде есть костер, конечно. Но запрыгнет уже, е-мое. Вот, видели, тут уже ударило. Перешел, получил автосейв. Собачку замочил, перехожу обратно. Что это было? Только что. Я двинулся на один сантиметр и сразу же устал мгновенно. Зона. И здесь зона, братан. Так, мы двигаемся. Вот в этом направлении, чтобы я вам показал, что там нет перехода. Чтобы вы убедились. Это сейчас подумают, что я тут навыдумывал. Все там есть. Мне же так и утверждали, мол, есть начало игры, переход, зоны Тесла на армейские склады. Только надо именно с зоной Тесла перейти. Да, посмотрим. Есть, есть. Но почему-то я не перешел. Может я, ну, тупанул в чем-то конкретно. Вот видите, тоже прошел большое расстояние и меня не ударило. То есть все-таки существует какая-то вот линия прямая. Но тут я, если пойду, я уже схочу радиацию. Поэтому я просто пойду тогда вот напрямик. Там, короче, есть большой минус, что там очень много зомби. Все, пусть меня бьет током. Так тому и быть. Слышите выстрелы? Там стреляются зомби. Дальше тут еще есть подвальчик впереди, да? Блин, жадина, что-то не попал. Где этот подвал? Его отсюда не видно. Он закрыт, он замурован. Там я чуть-чуть вперед прохожу, все, там закрыто. Почему тоже непонятно. Где этого мозгуна мне тут искать? Не, я сейчас могу попробовать поискать мозгуна. Но я не знаю вообще где он. Говорят, как в каком-то подвале на подстанции. Вот на этой подстанции или на этой. Если тут, то подвалов тут нет. Там? Ну, пойдем посмотрим там. О, ребятня, это какой-то ужас. Дошел до сейф-зоны. Захожу на территорию подстанции. Сейчас подлечимся и сохранимся тут. Тут, благо, есть костер, но он, опять-таки, тоже не возле штыря. Лишь бы было посложнее, а? Все, лечимся. Все, я восстановил себе хп. Одеваем одно второе на килограммы артефакт. А, да? Иди отсюда. Сейчас не хватало еще этих тварей. Поджигаем костер. Пока меня жмыхает. Ага, с первого раза, супер вообще. Сохраняем игру. Раз-два, все дела, 2014. Дата рождения половины моих подписчиков. Кстати, я вас люблю. И что? Как бы и то, что вот он, переход должен быть на армейские склады. Вот по этой трубе прыгаешь, смотри. Я подхожу к трубе. Вот прям солью. Ну, давай с этой стороны, да? Кажется, что с этой как бы лучше. Сейчас восстановлюсь. Идем. Понятно? Вот перекидывает меня в итоге сюда, вот к этой опять постройке. Вот около костра. Не знаю, тут ни хрена нет. Если мне нужно тут что-то посмотреть. Пойдем с этой стороны, да? Вот даже вдоль забора давай подойдем. Откидывает. Ну вот так вот, ребята, нельзя тут пройти. А мне говорили, сначала игры открыть переход. Пожалуйста. Так, все, дело сделано. Я отгрузился. Ищем мозгуна. Того самого, которого мне надо найти. Хотя, кто сказал, что мне его надо вообще? Я не понял, я не помню, кто мне это говорил. Именно игровые персонажи. Я помню, что мне это твердили именно игроки сами. Найди мозгуна. Может, его даже и нет ни хрена, этого мозгуна. Короче, тут куча зомби будет. Вот сейчас, видишь, странно. Я иду, казалось бы, к палочке напрямую, но меня бьет. Ага, ага. Может, не тут переход на склады? Так, а где? Здесь он должен быть. И тупо сюда прыгаешь. Так, на самой базе нет никаких сейф-зон. А-а-а! Про какой подвал шла речь? Теперь надо понять. А, понимаю, там зомби. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, в смысле, я перешел? В смысле, я перешел? В смысле, переход на другую локацию посередине базы? Не в углу, не во входе куда-то. Просто посередине базы переход на другую локацию. На дикую территорию? А, в лабу. Ну, типа сюда без маски спускаться нельзя, я понял. Где я нахожусь вообще? Ну, в жопе мира где. Похоже, газ нет, лучше не рисковать. Необходимо раздобыть скафандр. Включи ПНВ. Почему тут ПНВ не работает? Ну, наверное... Окей, всё, ладно. Такая лаборатория тут ничего не работает. Вопрос, почему посередине карты переход? И где этот чёртов мозгун? Потому что, если вы мне скажете про канализационную трубу, она закрыта. И переход не работает. Кто-то мне сказал, что и переход работает, и к мозгуму зайди. Нет ничего. Всё закрыто. Канализация закрыта. Переход не работает. Откидывает меня. То есть, мне сейчас откружаться. Ещё и автосейв затриггерил. Красава, вообще. То есть, мне нельзя было... Мне надо было ВК сделать. А кто знал, что тут переход посередине локации? Всё, у меня зафоршмачен автосейв. Тут-то было, если что, я сразу в Лимаск бы вернулся. Если уж переход тут не работает. Ну, а теперь у меня автосейв зафоршмачен. Мне нужно возвращаться отсюда теперь. Вот с этого же сейва идти обратно к переходу. Вот к этому. Где он там находится. Вот к этому переходу. Короче, ребята, я не знаю, что за приколы.